посмотрел сегодня фильм называется ой вы гуси ну как бы по названию русской народной песни одноименной совершенно внезапно захотелось его посмотреть почему потому что я подписан на телеге на ну на какие-то совершенно такие дикие итальянские ну короче говоря паблики с обсуждением итальянского футбола потому что я слежу за ним уже больше 20 лет и в комментах у чувака была короче очень такая прямо юзерпик у него был так с таким необычайным кадром из фильма таким мужским лицом я обратил внимание на это лицо и у меня такое бывает что прямо я вижу фотографию такую ну или какой-то что-то вижу и все я начинаю я все бросаю мне важно проверить что это за что это такое почему она на меня так действует ну вот и я начал сразу там его это сохранил это изображение к себе сразу через яндекс поиск картинок все проверил и оказалось что у этого чувака в юзерпике стоял просто этот актер просто этот кадр из фильма ой вы гуси фильма 91 года фильма абсолютно потрясающего то есть мне стало во первых уже по этому кадру понятно что что я все брошу и посмотрю этот фильм вот что-то такое было в этом судьбоносная нечто похожее у меня бывало раньше но вот с такими черно-белыми фильмами постсоветской такой действительности если если говорить про такие фильмы то я могу еще вспомнить как минимум одиссею 1989 ну вот я думаю до 10 1989 потом окраина фильм луцика луцика же режиссер по-моему да по-моему луцик и вот этот фильм вот они в третьих фильма в как 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 бы я бы их для себя объединил в такую трилогию и даже не знаю почему я бы их объединил в эту трилогию скорее всего они для меня как-то высвечивают некоторую такую постсоветскую бытийность действительности всю эту травму весь этот птср и все вообще что я видел с детских лет а видел я с детских лет именно трэш ну то есть так получается что например мой дядя он просто и исчез ну то есть он пропал без вести на севере работая в девяностые мой крестный отец и он покойный и он в общем приезжая как бы очень редко приезжая к своей матери он был уже как бы в разводе получается и работал на севере последний раз в общем видел я его где-то в девяносто пятом тогда году я помню как он меня спросил тогда среди этого банкета застольного он меня спросил просто ну соответственно как крестника он сказал мне ну что тебе привести в подарок ты скажи я с севера тебе привезу пистолет или машину я тогда ему сразу ответил что ну конечно машину он был очень он был очень разочарован но как бы такой машину да как ты же ты же тебе же как пистолет конечно надо выбирать пистолет надо выбирать я не машину но он понимал в принципе что что жизни меняется сейчас точно так же я бы выбрал наверное машину но как бы я пересек границу и как бы я вот с этими номерами куда бы с мог спокойно выехать чтобы мне эту машину не изуродовали вот и и я вспоминаю часто это случай жизни потому что этот дядя и вот его этот вопрос про то что чуть я привести с севера вот для меня это все было как бы вот вот так вот оно и было это было все в таком побеленном доме на японке и был очень бедный стол с какими-то соленьями был телевизор с пятью каналами и антенной все было такое достаточно бедненькая и трешовая и тем не менее люди собирались мы сидели заседали очень часто так у бабушки и я как бы это все в себя впитал и повторюсь эти фильмы ну вот включая сегодняшний пережитый просмотренный фильм мой вы гуси который я раньше никогда не видел но этот фильм это что-то что о чем я не могу не записать видео потому что это уже это такая очень большая встреча но из тех больших встреч о которых потом ты не можешь не говорить не упоминать потому что эта встреча для тебя значила слишком много то есть принципе в нашей жизни по сути самое важное это встречи вот мы встречаем что-то проживаем это встречаем что-то другое снова это проживаем сегодня у меня появилась также мысль здесь на ютубе изложить роман роман который я бы мог рассказывать постепенно таким образом я бы его воспроизвел просто в нарративе как рассказ голосом как аудиокнигу и мне не пришлось бы эту книгу печатать или там еще что то то есть я на самом деле очень ностальгирую сейчас по ялте по двадцать первому году и я понимаю что я был по-настоящему счастлив вот в то время очень сильно счастлив то есть вот если понимать какой-то жизненный пик счастья и понимать что ну вот как то чтобы это совпадало с психогеографией вместе и как бы твоим ощущением где ты хочешь быть и что ты хочешь чувствовать и жить в надежде то конечно весна двадцать первого года такая после ковидная еще с масками весна тоже с такие с такой большой любовью и с большим таким музыкальным голодом потому что в ялте у меня тогда не было гитары ну вот три месяца и я помню я ходил напевал какие-то песни просто голосом вот голосом в созданном канале в телеграмме я просто как бы создавал такие черновики песен и вот одна из таких песен было как раз орион если же говорить про про фильм и в возвращаться как бы вот к этой теме к теме фильма что меня в нем потрясло наверное мне очень близок этот главный герой этого фильма близок в его такой я имею ввиду среднего сына который был похож на отца который как бы нес вообще этот фильм гениальный это это гениальный фильм и он настолько сентиментально чувственный что просто на душу рвет напрочь и героиня тоже как бы жена этого главного героя тоже она потрясающая я прочитал на кинопоиске это что актеры были подобраны не все профессиональными то есть они были и вот в этом смысле для меня это еще больше какая-то симпатия радость что вот еще один еще одно свидетельство что с непрофессиональными актерами получается просто невероятные фильмы вот и получались и если же окраина я не буду много говорить хотя она замечательная она замечательная она тоже очень другая вот она как я не знаю она как телепередача на советском телевидении то есть она очаровательная ну то есть вот фильм окраина это очаровательный фильм для меня то есть один из тех фильмов которые тоже очень вдохновили тогда очень давно а вот одиссея 1989 мне кажется еще один фильм который как это сказать в этих фильмах в них провинция вот в этих трех фильмах в них провинция в них такая российская хтонь которая вот по этим фильмам мне кажется будут через сто лет если конечно все останется сохранится по этим фильмам можно будет наиболее впитать и понять дух который царил какая жизнь была то есть это действительно по-настоящему так это не сыграно это именно прожито все то есть и вот этот блатняк и приехавший брат вот сегодня в этом фильме ой вы гуси то есть как он как как реагировал на него этот главный герой и средний сын после своей гармонии народных песен как он реагировал на этот блатняк на этот вульгарный и такой тюремный блатняк который рвался вместе с гитарным таким ритмом с чесом таким и эта обстановка кутежа такого пока пока мысли очень тяжелые пока не хватает денег пока не хватает пока нет работы вся вот это вот вечная неустроенность русского человека которая создана искусственно которая создана потому что изуродована полностью изуродованы принципы изуродована из роду изуродованы связи изуродована бытие все как бы загробастана так что ты даже ну как бы что ты смотришь на это и я узнаю себя очень сильно тоже в этом главном герое потому что это тот момент когда ты не приспособлен когда ты не знаешь чем тебе в жизни заниматься ты не знаешь что тебе делать просто вообще за что браться ты любишь играть там на баяне вот и играешь хорошо на баяне и для тебя этот баян святое но когда ты выходишь на рынок играть на этом баяне к тебе сразу подходит менты и просто тебя сразу сразу куда-то уводит в отделение и говорит чтоб ты там больше не появлялся и все это под угрозой того чтобы отобрать у тебя баян и в целом я абсолютно ну вот как бы пересматривая и занимаясь ревизией этих фильмов любимых я могу сказать что мне сейчас очень больно за россию вот мне больно за россию даже более больно чем чем за весь остальной мир почему потому что потому что я знаю что происходило раньше и этот фильм но вот как раз он про советские годы он про советские годы он про обычную бедную жизнь про то как доставалось и достается обычным простым людям которые в жизни мухи не обидят и которые в жизни живут по принципам добра и все равно остаются дураками еще после этого вот это вот фильм как раз про про эту терпимость вообще к тому что происходит с россией то есть на самом деле я уверен что эта терпимость закончится и я уверен что это терпимость ну как бы у всего есть свои пределы на вот и я абсолютно уверен что впереди вот этот как бы раненый зверь в виде народа он абсолютно точно он абсолютно точно справиться с этим всем и выживет и он абсолютно точно даст такой отпор который ну как бы вот можно так сказать это и автократии этому тоталитарному контролю он даже не снился и я абсолютно уверен что это будет в ближайшие годы вот в какие годы ну я думаю что ближайшие 10 лет то есть мне кажется что я даю на это 15 лет 10-15 лет то есть мне кажется что резервы для этого очень сильные есть я говорю даже нет ни о каких-то радикальных совершенно вещах то есть я говорю не о том что как бы набирают свою форму благодаря каким-то лидером или благодаря каким-то поползновением подсказкам каким-то лозунгом каким-то надрывом это все просто эволюционно это все именно внутренняя нить накала в каждом сознании то есть я знаю абсолютно точно что между людьми существует такое же пусть и приглушенная но такое же коллективное бессознательное как и между птицами когда они взлетают все вместе то есть они просто берут и взлетают все вместе и летят ключом куда-то и все потому что у них есть коллективная мыслительная или как это назвать его у них есть я думаю полагаю что у людей это тоже есть и что я сталкивался с этим жизни очень часто одна из таких вот вещей которые ну или как сказать один из таких примеров который для меня но скажем так это это правило подтвердил недавно я вспоминал хорватского панка сатана поноски поноски и а стоило мне о нем вспомнить я начал гуглить его через youtube потому что когда-то давно лет десять назад он меня ну как вот как бы сбил с нарезки то есть свел с ума в хорошем смысле и культурным шоком был для меня он как и многие другие панки вроде дарби крэша и так далее а и и что получается дальше что мои знакомые мы не пишут про сатана поноски поноски через месяц через месяц я вижу потом что в одном из музыкальных пабликов как бы к там на которой я подписал подписан этот mouthful делают пост про сатана поноски то есть вот это этот это как раз вот то самое то есть то о чем мы думаем мы мы мыслями меняем этот мир и я очень прошу людей которые смотрят это видео меняйте мир мыслями вот думайте о том чего вы хотите как вы видите не оставайтесь снаружи событий не считайте что вы ничего не меняете вы меняете абсолютно все и все что вы хотите если вы хотите мира то мир и будет если вы видите как это было у меня увидеть камалья и я так хотел увидеть камале и я увидел к transc vitrine и а так хотел побывать на мисси рока я побывал на мисси рук а сейчас я хочу побывать на сансира например но я знаю что я побываю на сансира потому что это мая одна из моих целей ну вот как как бы когда ты ставишь себе цель и И когда ты понимаешь, что даже, может быть, сейчас нет денег, нет работы, нет чего-то еще, но просто потому, что ты живешь этим и потому, что ты хочешь этого, и ты понимаешь, что так жизнь и создается, она создается из мечт, она создается из того, что мы очень сильно хотим, вот, и из того, что мы загадываем, и все это сбывается абсолютно. Поэтому такие какие-то вечерние у меня мысли, я рекомендую каждому человеку, которому не безразлично загадочная и трагичная судьба и душа русского народа посмотреть этот фильм. Ну, а кому безразлично и кому, как бы, кто себя к этому не, ну, как бы, не релятивизирует к этому и кому это далеко, те просто это видео пропустят и все будет хорошо и дальше. Поэтому всем мира и добра. Спасибо. Спасибо. Спасибо.